Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и в сегодняшнем видео обсуждаем обновление 10.8. Я уже обновился, чего и вам желаю, а именно желаю пройти эту всю процедуру без каких-то глюков и лагов. И давайте быстренько обсуждать, что конкретно это обновление нам принесло. Ну первое, что принесло, это то, что старый балансировщик все-таки вернули на место, а новый балансировщик убрали. Потому что все игроки были недовольны тем, как он балансил. Ну и короче говоря, ничего приятного при входе в боя, в которых ты реально попадаешь либо в мега слив, либо в мега победу, никому не нравилось. Короче говоря, разработчики приняли решение откатиться до обновления 10.7 и вернуть старый балансировщик. Старый балансировщик, то как он работает, будем тестировать сегодня на прямой трансляции, куда всех приглашаю. Приходите, вместе посмотрим, вместе покатаем взводами абсолютно бесплатно. Стоит также отметить, что в этом обновлении, напомню, 24 танка, которые были премиумными машинами испокон веков, перевели в статус коллекционных тачек. И теперь их можно продать за голду. Но не торопитесь этого делать, потому что выкупать придется в два раза дороже. И я вам это через пару секунд покажу. Итак, ребят, какие 24 машины перешли в статус коллекционных? Это АМХ СДА-105, АМХ Дефендер, Калибан, Чифтейн, Химера, ИС-2Ш, Лансен-С, Ликопзе, М41-90 мм, Скорпион-Джи, СУ-130 ПМ, Т-34-3, Тайп-59, Т-25 Пилот-1, Т-54Е-2, словно известная Акула, АТ-15А, Ликан, Фараон, Франкенштанг, Т-34-85 Руди, Т-44-80. Т-355, Дикер Макс, Павлик Танк, Пудель и Тигр-131. Все вот эти тачки перевели из статуса премиумных машин в статус коллекционных. И, допустим, восьмерки можно продать за 3750. А вот выкупать обратно вы будете уже по двойной цене, то есть в два раза дороже. В новое визуальное качество перевели АМХ-13-90, РУ-251, Т-34, Т-34-1776, Як-Тигра, Т-54 и Т-110Е3 вместе с их легендарными камуфляжами. Кстати, по поводу легендарных камуфляжей. Новые легендарные камуфляжи появляются на Проджета М-35. Наша славоинтересная Прога 46-я. Туда же добавляется легендарный внешний вид на ШПТК-ТВП. Короче говоря, новую коллекционную ПТХу, которая недавно появилась. И 53ТП Марковского. Стоит также отметить, что появляется интересный легендарный внешний вид на ИС-2Ш. Экранированный. Но мне почему-то кажется, что навряд ли многим это понравится. Также стоит отметить, что разработчики решили сделать небольшой презентик для всех игроков. И поблагодарить за оперативную реакцию в отношении коряво работающего балансировщика. Поэтому в ближайшее время ожидаем крутую халяву от разработчиков. Скорее всего это будет голда и многое-многое другое. Поэтому следите за новостями. Ну и в частности, чтобы не пропускать ничего. Подписывайтесь на мой канал. Ну и соответственно будете в курсе всех новостей. Скорее всего данный набор появится завтра, но не гарантирую. Ну и в отношении, ребят, продажи коллекционок, которые раньше были премами. Как вы видите, у меня в ангаре все уже поменялось. Чифтейн стал коллекционкой. Туда же отправился Калибан. Здесь Акула. Ну и многие другие танки. Все 24 перешли в статус коллекционных. И как вы видите, ИС-2Ш будет нашей жертвой. Что мы сейчас делаем? Делаем все очень просто. Продаю данного товарища за 3750 золота. Все, продали. Голда начислена. Танка в ангаре нет. Ну и теперь давайте попытаемся его восстановить. Заходим в восстановление. И как мы видим, за восьмерку с нас просят уже не 3750, как было ранее, а 7500. Короче говоря, цены действительно выросли в два раза, но исключительно на выкуп техники. Также стоит отметить, что те коллекционные танки, которые вы продавали до этого обновления, вы все-таки сможете выкупить по старой цене. То есть, если условно колебана за 3750 вы продали до обновы, то, соответственно, и назад его тоже один раз сможете выкупить по старому ценнику. Вот такие вот новости. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, так как на продаже появились танчики, и сейчас я буду делать на них обзоры. А вам, друзья мои, искренне желаю спокойно, нормально обновиться, ну и обязательно мира и спокойствия. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok